МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите День с толком в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! В этом выпуске. Глава Барнаула Сергей Дугин подал в отставку. В чем причина? Цепи кованные, законные ли самодельные ограждения парковок в барнаульских дворах? Бег с препятствиями. Кто поможет Сергею Шубенкову сохранить легкую атлетику в манеже технического университета? Итак, глава Барнаула Сергей Дугин подал в отставку. Заявление о досрочном сложении полномочий он написал сегодня, 15 августа. Об этом сообщает официальный сайт Краевой столицы. Вот как он сообщил об этом своим коллегам. Это решение принято обдуманно. Оно не вчера развивалось. Мы с Виктором Петровичем Семенковым, с которым неоднократно эти темы обсуждали, были поставлены задачи перед городом, которые мы должны это сделать до этого срока. И я считаю, что они выполняются усиленными темпами, сходя за решение, идет подготовка города к отопительным сезонам. Нет сомнения, что город получит паспорт готовности к теме. Идет реализация национальных и идеальных проектов в стадии завершения. И также городских программ. Интуитивная идет работа в прошлом емке учебных заведений к новому учебному году. Нет сомнения, что те задачи, которые ставил губернат, они все будут выполнены. Ну и принято решение какое-то время отдохнуть. Есть силы, есть желания, есть энергия. Я готов к теме работать на благо Алдейской Украины и города Барнаула. Да, о возможной отставке Дуги на СМИ региона сообщали еще в мае. Напомним, главой Барнаула его избрали на заседании городской думы 1 декабря 2017 года. До этого времени, в течение двух лет, он был главой администрации краевой столицы. Ну а еще раньше работал на должности начальника главного управления Алтайского края по труду и соцзащите. Исполнять обязанности главы Барнаула после отставки Дугина пока будет заместитель главы администрации города Вячеслав Франк. Ну а Сергею Шубенкову хотят помочь сохранить легкую атлетику в манеже Барнаульского технического университета. Сделать это намерена Всероссийская федерация легкой атлетики. Президент федерации Дмитрий Шляхтин сообщил информу агентству ТАКС, что приложит все усилия, чтобы единственный в Алтайском крае Барнаульский манеж даже после своей реконструкции оставался легкоатлетическим. Напомним, накануне на встрече в Министерстве спорта нашего известного легкоатлета Сергея Шубенкова и его тренера Клевцова с ректором технического университета Андреем Марковым стороны не пришли к согласию. Руководство ВУЗа настаивает на перепрофилировании манежа и размещении там площадок для игровых видов спорта с учетом того, что на ремонт пришли федеральные деньги. Клевцов и Шубенков, в свою очередь, уверены, что после перепрофилирования спортивного объекта на легкой атлетике в регионе можно будет ставить крест. Президент Всероссийской Федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин добавил, что он находится на постоянной связи с Шубенковым и Клевцовым. Не исключено, что обсуждение этого вопроса будет поднято на уровень министра спорта России. Между тем, накануне Сергей Клевцов объявил, что для решения вопроса намерен обратиться к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. И еще о преградах. В Барнауле участились случаи травмирования людей, которые все чаще стали запинаться о цепи самодельных парковок. Их устанавливают местные жители, чтобы забронировать себе место под машину, ведь парковок в городе катастрофически не хватает. На днях жертвой огороженной парковки стала маленькая девочка. Проблема самодельных ограждений актуальна практически для всех дворов города. Особенно много таких украшений, назовем их, мы увидели на улице Исакова, проспекте Коммунаров и на Малахова. Конечно, люди не рады, не только потому, что это портит внешний вид двора, газон, но и потому, что приводит к травмам. Так, меньше недели назад, маленькая девочка запнулась, а натянутый трос у себя во дворе и сломала руку. И это не единичный случай. Я однажды вечером шел и чуть не убился об эти столбы. Честно говоря, испугался даже. То есть вы запнулись и просто не видели? Конечно, темно было. И вот об этот шнурок запнулся. Хорошо, что не об столбик стопнулся. Просто упал и все. Да и вообще, кто им разрешил, это земля общая. Имеют ли право жильцы самостоятельно устанавливать такие ограждения во дворе, расскажем в вечернем выпуске. Ну а вот эксплуатацию старых автомобилей могут запретить в России. Такой законопроект предложил Комитет Госдумы по промышленности. При этом пока даже сами депутаты не знают, по каким критериям будет определяться, насколько автомобиль изношен. Часть этого закона планируют реализовать в 2020 году. Будут запрещены перевозки детей в автобусах старше 10 лет. Теперь депутаты хотят ввести предельный возраст эксплуатации автомобиля. Кто-то предлагает 10 лет, кто-то 15. Пока в этой идее нет конкретики. Но то, что для автолюбителей это может обернуться настоящей проблемой, уже понятно. По данным ГИБДД, российский автопарк практически наполовину состоит из автомобилей старше 10-15 лет. Но для тех, кто коллекционирует ретро-авто, и вовсе непонятно, как можно запретить ездить на машине, которая исправна, несмотря на старость. Нужно сохранять все, что было, то, что создавалось, нужно уметь сохранять это. А разрушить или утилизировать это очень быстро можно. А вот вы попробуете сохранить, это система, значит, знаете, общества потребления. То есть, ну, я не принимаю такие условия игры. И я буду, ну, за это там сражаться, или буду просто не принимать, игнорировать. Потому что не знаю, какие будут дальше последствия этого. Но у нас целая армия. Выход все же есть. Можно ходить пешком. Одна из первых экологических троп заработала этим летом в Алтайском крае. Называется она «Медвежье». Это более 17 километров пешего маршрута по труднопроходимой тайге Чинитинского заказника на юге края. В начале лета по ней прошли подготовительные специалисты и ученые. А недавно первые туристы, причем это были дети. Ну, правда, не простые, а участники летней географической школы. Специалисты объясняют экологическое, познавательное тропа. Не просто точка, дорога из точки А в точку Б. Ее планируют со смыслом. Назначение «Медвежье» и показать Алтайские предгория во всем разнообразии ландшафтов, животного и растительного мира. Егерь Валерий Лорионов, один из авторов тропы, говорит, что специально спланировал маршрут еще и так, чтобы можно было проникнуться подлинным уважением к природе. Чтобы человек мог насладиться природой и познать себя. Некоторые два шага делают и говорят, что они крутые. Но когда проходит 17-ки мы по горам, вот туда испытай себя. Создание познавательных троп – это пока в Алтайском крае в новинку. Ченитинская тропа – одна из пилотных проектов. И со временем ее обещают доработать и усовершенствовать. Сможем ли мы погулять? Узнаем через несколько секунд. Спонсор прогноз погоды – компания «Эвалар». К этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбуке. Смотрите, подписывайтесь. До встречи в вечернем эфире.